Привет, с вами Вас, и я попробую кое-что объяснить. Дело в том, что вы не совсем правы, когда говорите, что кто-то виноват. Никто не виноват. Обвиняют, знаете ли, в суде. Обвиняют в прокуратуре. А психологи никого не обвиняют. Они принимают людей такими, какие они есть. Просто, когда человек обращается за помощью, когда он говорит, вот мне изменил партнер, мне изменила любимая девочка, допустим, и так далее. То есть, это человек обращается к нам. Человек обращается с просьбой о помощи, и мы говорим ему о том, что причина того, что он страдает, в нем. Потому что это его страдание, и у его страдания есть причина. А у человека, который изменил, есть тоже причина. И если вы смотрели ответ на мои вопросы, ой, прошу прощения, если вы смотрели ответы на те вопросы, ну да, на мои вопросы, в которых я отвечал, то вы, наверное, вы, наверное, слышали, что я говорил, нужно, чтобы перешлить измену, понять, почему человек, который изменил, поступил именно так, а не иначе. Что его заставило так поступить? Обычно люди говорят, я виноват, вот я что-то не доделал в отношениях, что-то не додал человеку и так далее. И мы в таких случаях говорим, вы не виноваты. Потому что изначально человек принимал вас таким, какой вы есть. Но ему этого было мало. Или у него интерес был до порыда времени к вам, а потом интерес пропал. И вы ответственности не несете. Но поскольку вы, в данном случае тот, кто обращается, испытываете страдания, то причины ваших страданий не в человеке. Ведь его поменять нельзя. Мы не можем пойти и изменить кого-то. Но мы можем изменить того, кто хочет избавиться от страданий. Мы можем изменить его отношения к этому. И вот тогда мы обращаемся уже к этому человеку. Тогда мы говорим, простите, но вот у вас неправильно то-то, 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 то-то. Чтобы человек изменил это, изменил отношения, получил новый опыт и перестал переживать из-за измены. В долгосрочной перспективе, конечно же. Вот именно так это происходит. Именно так это работает. Но мы никого не обвиняем. Мы не считаем, что проблема измены лежит только на одном человеке. Проблема измены всегда на обоих. Всегда на обоих. Даже вы признаете, что люди, которым изменялись, в чем-то виноваты. Только они не виноваты в действительности. В действительности никто не несет вины как таковой. Это жизнь. И личные отношения, это личный выбор. И поскольку это личный выбор, то, соответственно, бывает такой личный выбор, который не нравится другому человеку. И таким личным выбором является измена. Да, она разрушает пару. Она разрушает отношения. Но это личный выбор. И как личный выбор, совершенный актом воли, свободной воли, нельзя человеку ставить в вину такое вот действие. Это противоречит самой природе этого действия. Так что, вы не правы в том, когда говорите, что мы кого-то обменяем. Но вы правы, когда говорите, что ответственность лежит на обоих людях, на обоих партнерах. В этом вы правы. Так что, ваше мнение, оно верно. Но наполовину. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, оцените его, пожалуйста, как лучший. Субтитры сделал DimaTorzok